Добрый день, друзья! Меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quiet. Сегодня с оказией по приглашению моего нового друга из Омахи, Влада, он занимается тюнингом машин, я оказался где-то в 15 милях от Омахи на таком мероприятии как Porsche Club Event. Сюда приезжают владельцы прокачанных тачек, люди, которые занимаются серьезным тюнингом, доводкой машин, ну и огромное количество всяких различных интересных агрегатов, которых, в принципе говоря, так вы в городе нигде не увидите, но машина заряжена реально, то есть, скажем так, это покруче, чем те покатушки, которые устраивают на смотровой площадке и разные московские стритрейсеры, потому что машины немножко другого класса. Ну, коль скоро я в машинах не очень люблю, вот, тут рядышком стоит латый, он немножко прокомментирует. Скажи, что это вообще за агрегат вот этот с 403 номером, что это вообще такое? Это трековый 993 Porsche Turbo, не имеет никаких электронных ошейников и создан для того, чтобы просто дубасить по треку. Жестко, очень, но надо уметь на нем ездить. Ну, клиренс у него маленький, то есть она устойчивая такая машинка, но скоростная, да? Очень. Очень скоростная. Так, ну, из того, что я тут могу увидеть, там сидушки действительно очень жесткие такие анатомические, и видно, что стоит рама внутри, то есть машинка подготовлена для заездов, то есть все по-взрослому сделано. Хотя вот я знаю, что московские эти самые рейсеры, они обычно вообще выкидывают все из салона напрочь. Вон, тут огнетушители есть и так далее. В салоне ничего нет? Да, ну в салоне так астетично, астетично, нет, у нас вообще обдирают там до этого самого, до кожуха. У нас не такие машины обдирают, эта машина уже родилась готовой, ободранной. А, ну понятно, все, я поэтому тебя попросил прокомментировать, потому что я в этом не очень разбираюсь, интересно пообщаться. А вот зелененький такой жаб, это что такое? Это жаб Кайман С, 325 сил, хорошая машина для трека. Слушай... Тоже дубасить и дубасить, это такой, как у меня старый был. Такой, как старый у тебя? Слушай, ну ты крутой чувак, ты крутой чувак. Так, ну да. О, а там даже ребят камеру поставили, ну вот молодцы, вот это вот, кстати, грамотный подход. Не вижу, правда, здесь внутри этого каркаса, но вот ребят камеру поставили, и во всю будут все это дело снимать, видимо, во время заезда. Заезд я отдельно сниму, это у нас 405 номер. Вот так он внутри у нас выглядит замечательно. Шлема, то есть, видимо, тут люди гоняют на серьезных скоростях. А, вот хозяин идет. Да, если возможно. О, перфектно. Я сделаю видео для моего веб-канал на YouTube. Может, скажи какие-то слова о ваших парках, потому что это очень интересно. Я имею в виду много подписчиков, которые профессиональные, которые знают о том, как уменьшить машины, уменьшить машины, уменьшить машины. Сколько времени вы потратите на этот автомобиль? Я изменил ойл и проверил руль в тюрьме. Короче, владелец говорит, что я вообще время не трачу. Я меняю только масло и меняю только шины. И все, и полный порядок. А машину я уже взял такой в фаршировке. Этот стиль уже взял, когда вы покупаете эту машину из фаршировки или из специальной компании, которая специально приготовит машину для рейсинга? Да, это было несколько лет назад, когда я купил ее. Но она только 3 лет назад, но она была 7400 миль. Ну, короче, кто понял, значит, он 2-3 года назад ее взял, вот, и, соответственно. Если это не правильно, то вопрос. Какая-то цена для этого агрегата? Примерно? Вместе с 40 и 45. Хорошо. Победительная цена вот этого агрегата 40-45 тысяч долларов. То есть по московским меркам, конечно, это ничто. Если сравнить цену в Москве, на этот автомобиль, это абсолютно дешевле. Потому что это очень высокий кастом токсус. Примерно 3 раза, может быть, на этом автомобиле, потому что я думаю, что это очень мощный автомобиль. Это очень мощный автомобиль. Да. Да. Вы уже готовы? Вы уже готовы? Вы уже готовы? Вы уже готовы? Вы уже готовы на 1 час. 1 час. Окей. Окей. Спасибо, что вы объясните. Да. Да. В час где он будет заезжать на ней, я пофотографирую эту машинку. Вот. И... Соответственно... Вот такая у нас здесь машинка. Вот такая машинка. Вот такая машинка. Слушай, а что это за прибор тебе болтается на лбовом стекле? Что это такое? Это РС Логик. А что он делает? Замеряет скоростные ее характеристики. А-а-а. А-а-а. Нет, что ли? Я? Попадаем. А ты капот можешь открыть? Показать? Там багажник, там не капот. О, слушай, сори, я не знаю, я же говорю, что я не профессионал. То есть я даже не знаю, где у Порше находится чего. Я тебе сразу говорю, что... Макс, чтобы у него лица не было. Лица-то его не будет, не волнуйся. Машина и так-то известная. О, вот такой вот двигатель у Порша. То есть он находится сзади. Здесь ты ничего не увидишь, потому что все турбины, все находятся снизу. Машина примерно 700 лошадиных сил. 18G24. Поменено много чего. И машина, в принципе, едет очень хорошо. Это один из немногих турбированных Порше здесь. Ну и каков ценник вот если с этим зеленым сравнивать? Он дороже, дешевле? Зеленый. Дороже, дешевле. Я думаю, что зеленый дешевле. Турбированные они дороже всегда. Причем намного. Да? То есть он сказал, где-то 45 его стоит машинка. Ну, это полтинник плюс. Полтинник плюс сотки, что ли? Нет. А, за 50. За 50, да. За 50. Понятно. Сколько у него лошадок вообще? 700. 700 лошадок, да? Еще, знаешь, такая есть характеристика, которую все постоянно говорят. Набор 100 километров за сколько секунд? Понятия не имею. 100, 200, 7, 7, 8. Еще раз повтори, не понял. 100, 200, 7, 8. Ага, вот. Кто в курсе, тот понял. Ха-ха-ха-ха. Это его не лучшее время. Да. Кулеры поменять и будет 6 секунд. Слушай, а вот воздухозаборник такой боковой у него уже был или это уже специально тенинговали? Это на кулеры идет. На кулеры идет, да? Он охлаждает. Ну и вот кожаный салончик такой прям очень. Как у нас любят говорить, лакшери класс. Весь такой, весь кожаный. Абсолютно такой замечательный салончик. Очень хороший. Да, прям даже приятно потрогать. Ну, я в свои комплекты, боюсь, в эту машину не влезу. В этой машине не для таких пацанов, как я. Это для худых, таких брутальных типов, которые, значит, зажигают на треках. И все девчонки их. Ха-ха-ха. Ну, кстати говоря, еще прикольно здесь. Лючок есть. Вот за лючок я могу рассказать. Вот. Удобный лючок, в который можно поплевывать, когда едешь на большой скорости. Давай-ка я снизу, спереди эту машину сниму. Влад, а мне кажется, или это более старая модель? Более старая. Более старая, да? Потому что, смотри, какие-то более классические обводы у нее. Вот такой вот агрегат. Карьера четвертая. Ну, самое главное мне тут засидеть до того момента, когда начнутся покатушки, чтобы уже все это заснять на видео, как все, собственно говоря, происходит. Бокстер. Вот не знаю, вообще не видел. В Москве таких машин просто ни разу не видел. Желтенький такой. У нас все-таки, мне кажется, что по заряженности та вот машина с этими, с каркаса внутри, конечно, была серьезной. Но, если Влад говорит, что у нее турбированная машина всех делает, посмотрим, что у нас будет. Желтенький такой. Вот такой. Желтенький. Желтенький. Так, а это у нас не Porsche. У нас что-то здесь Nissan затесался. Не будем Nissan снимать. Хотя, хотя, давайте снимем его. Машин красиво выглядит. Да. Господа с Nissan, похоже, попытались я содрать немножко стайлинг и сделать. Что-то такое Porsche подобное. Но он какой-то, мне кажется, немножко тяжеловато. Так вот сейчас тут по внешнему виду. Немножко непривычные обводы. Вон там кто-то уже двигатель завел. Вот тут уже люди двигатель завели. Прогревают машины. Так, ну я чтобы время зря не тратить, еще похожу и поснимаю, пока есть возможность. Вот подвезли еще одну машинку, сейчас ее буду снимать. Учитывая, что машины готовятся для гонок. Поэтому их доставляют сюда на трейлере. Никто своим ходом, наверное, сюда не едет. Ну, за этим исключением, наверное. Особо заряженные машины, конечно, доставляют сюда. Ай! Доставляю сюда специальным способом. Что-то я не понял. У меня же двигатель здесь должен быть что-то. Я что-то не понимаю. О, интересно. Есть это Порш, а где у него двигатель? О, как! Вот такая штука. Порш ли эту? Да нет, Бакстер тоже. Интересно. Ничего не понимаю. Ну, ладно. Извините, господин, пожалуйста, я не профессионал. Где двигатель этого машина? Потому что я знаю, что это на Порши, на обратном стороне. Аааа, это здесь? Это подъем двигатель. Аааа. 9-11, 9-11, это в заднем. Да. Бокстер и Кейманс, это подъем двигатель. Ааа, короче, двигатель находится вот здесь вот. Это подъем двигатель. Да. Понятно. Потому что я смотрю. Какие вещи в этом, где двигатель находится. Где двигатель находится? В этом двигатель находится. Транс-axle, вы есть с Gas Air, и сетка на другом. Ааа. Я думаю, это может быть complicated, чтобы сделать совершенную работу для двигателя, который двигатель находится в двигатель, или это легко? Да. Как бы на этом работе, я в этом двигатель находится. И большинство чего-то, что вы делаете, вы хотите работать там, где-то, где-то, Ай, да Ну then you can actually open it up here and get off from the front There's a panel behind the seats To change the belt It's about all you can do there Okay Uh To be�� Get better Right in the center of the car You just arrive and plan to participate in the race? No I'm just I've been here yesterday And today I'm just getting ready to leave Ahh He's got, his is the same The Yellow Boxster Uh uh Он будет здесь все время ночью, когда он будет ездить. Это твой? Нет, это Майк здесь. Зелёный, он стоит. Майк, меня зовут Макс. Здравствуйте. Майк на своей машине уже вчера отъездил, сегодня отъездил, и он уже как бы её упаковывает и увозит. Окей, спасибо. Вот, то есть тут народ очень такой отзывчивый и готов проэксплейнить, что собственно говоря получается. Интересно. Вообще я люблю покатушки, когда хорошие машины. Потому что люди с любовью относятся к своей технике. Это не только хобби, это стиль жизни. Интересно. Во, вот тут уже полным ходом идёт что-то такое, какие-то манипуляции с этим агрегатом. Интересно, что это такое. По ходу дела... Какое-то специальное топливо, наверное. Сейчас прошу. Влад, скажи, это что, какой-то специальный газолин для него, да? Заколоктановый, наверное, да? Сотка, да? Сотка, да? Сотка, да? Сотка, да? Да, да. И, по-моему, я могу видеть турболы с прямо здесь. Я могу посмотреть на поверхность и увидеть, они только далеко. Так, в любом случае, я не буду их разобрать. Я буду немного разобрать с компрессором. Так, я делаю немного исследования. Я нашел человека в Гидианаполисе, и он мне говорит, что это не так много денег. Это не право. Так, я нашел этого кота на кабинете «Ультимет». Да, ну вот, короче, он будет сейчас еще долго про свою машину рассказывать. Любой человек, владелец такой машины, может часами про нее рассказывать. Ну вот, соточка он заливает. Вот. Я, правда, бензин слышал, когда с московскими рейсерами общался, которые машины свои, значит, там, турбируют, заряжают. Вот. Ну, вот такое топливо, очень специальное. Мне, правда, говорили, что на нем не рекомендуется гонять долгое время, потому что очень большая нагрузка идет на двигатель, на клапанную группу, уменьшается ресурс двигателя. Ну вот, для заездов, наверное, это как раз то самое супер топливо, которое машину заставляет лететь, как ракета. Опа, НТ. А, С у нас корвет. Это у нас корвет. Это у нас корвет. Красненький такой. Я сейчас видеосъемку закончу, возьму фотоаппаратик и начну машинки снимать, потому что тут, кроме еще видео, я думаю, еще очень хороший фотографий получится. Да, корвет красавчик. Корвет у нас красавчик. Мечта любого крутого парня, вот такой вот, красненький. Но мне что-то не нравится, он какой-то здесь, что-то с покрытием у него, видимо, перекрашивали, он бился здесь. Как-то очень неудачно здесь покрасили. Цвет сам хороший, но с покрытием, видимо, они его покоцали. Так, ну ладно, идем, смотрим дальше. У нас еще несколько машинок осталось. Вот 104-я. Ниссан, что ли, тоже похожий. Вот такой вот. Американцы называют Ниссан его. Что это такое у нас? Не знаю. Зетка. Что за Зетка, что за Зетка. Ниссан. Ниссан, точно Ниссан. Ну вот уже по этим самым, по обводам. Да, видать, очень серьезно они содрали с Порша эту машину. Потому что практически те же самые обводы. Вот. Вот он вот такой. Ниссан у нас. Ниссан. Ну и наконец еще один Поршевич 101. Вот. А нет, еще одна машина какая-то есть. Еще один Corvette. Ну, он посвежее выглядит. Сейчас его покажу поближе. Вот мы завелись. Приятный такой салончик у нас. Hi. Thank you. Дедушка вот такой на парше гонщик Да, приятно видеть, когда пожилые люди остаются молодыми в душе И отжигают по жизни Это всегда радует Не важно, сколько тебе лет, а важно, как ты себя чувствуешь Да, машинка очень хорошо тюнингованная Прямо очень такой салончик интересный Вот, ну и наконец, финально Может быть, я еще, конечно, найду здесь машину Вот такой вот голубой корветик у нас Голубой корветик Да, прикольно Голубой Привет, ребята Спасибо за субтитры Вот, поехал, поехал, поехал Сейчас дня будет заезд, поэтому до часа мы здесь по-любому пробудем Вот еще одна поехала На трек Как выглядит корвет внутри, кто его не видел ни разу Вот такой вот салончик у нас Ну, все они рассчитаны, конечно, вот на два передних сиденья За эти там места вообще нету И нужно обладать такой комплекцией, что сидеть как устребители Потому что с моим пузом в такую машину не влезешь Это однозначно И без вариантов Ну и вот там что-то еще Где-то как-то вот какие-то еще Одна машинка, вторая, но Скажем так, ничего существенного На фоне красненькой снимусь Итак, друзья Оставайтесь со мной на канале Я продолжил съемочку Вот Выкладывайте свои комментарии И хорошие комментарии